Ничего бесследно не проходит, по лесам гуган туман побродит, и уснет росою на траве, предрассветной тихой синеве, пень и птиц совсем не исчезает, и сугробы в нем для птицам тают, и шурчат в ручьях в полусне, между зимой и летом тишина. Талантливый человек талантлив во всем. Так говорят про Римму Суфиулину и ее друзья и коллеги. Римма Раиповна начала свою литераторскую деятельность еще в молодые годы, когда ей было 20 лет. В основном она писала детские стихи, а также прозу. Сейчас же писатель находится на пике своего творчества, поэтому появилась ее книга о военном детстве и о любви. На сегодняшний день Римма Суфиулина, представляя издание «Первое и единственное», на республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга», мечтает только о победе и о том, чтобы это произведение в скором времени появилось во всех библиотеках города. Книга «Первое и единственное», которую наша городская библиотека выбрала для представления на конкурсе, на республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга», и мы вместе с библиотекой сделали буктрейлер по этой книге. Я написала по рассказам моих родителей о военном детстве. Рассказы были краткими, когда я была маленькая. Но потом, когда пришла идея в голову написать именно книгу, я взяла маму, взяла диктофон, и мы с мамой несколько дней записывали ее рассказы. Поразило в ее рассказах то, что люди ценили именно человеческую жизнь, человеческую радость, именно общение, а не какие-то там вещи. И то, что библиотека выбрала мою книгу, для меня было очень вдохновляющим фактором. Сейчас наш буктрейлер идет на первом месте по голосованию по зрительскому. И мне бы хотелось, чтобы наши горожане проголосовали за эту книгу, за буктрейлер библиотеки. Он находится в группе библиотеки Башкортостана, раздел «Проза жизни», номер буктрейлера 44. Сейчас мы идем на первом месте, и хочется, чтобы наш город именно победил, и книга действительно достойна этого. В наше время так мало светлых книг, а эта книга пронизана светом доброты. Продолжение следует...